Знаете, мне кажется, мы часто заболеваем из-за того, что у нас в голове куча мифов, мы накручиваем себя и в итоге имеем то, что имеем болезнь. Сегодня мы разберемся в самых популярных мифах о здоровье. Ну, например, нужно ли укутываться, чтобы не заболеть, или нужно ли принимать витамины, чтобы не подхватить инфекцию, или нужно ли стучать по спине человеку, если он поперхнулся. В этих мифах я сегодня разберусь вместе с экспертами и узнаю, что правда, а что нет. Борисов Алексей Валерьевич, заведующий отделением пульмонологии, врач-пульмонолог. У нас сегодня важная задача, нам нужно развенчать или подтвердить мифы о здоровье. И первый миф – витамины и антибиотики эффективны для профилактики заболеваний. На самом деле это не так. Каждый препарат имеет свои показания и противопоказания для назначений. И в данной ситуации мы должны понять, для чего назначается препарат, чтобы эффективно его использовать. Сами по себе антибактериальные препараты не используются для профилактики заболеваний. В то же время и назначение витаминных препаратов в большом количестве может в какой-то степени сыграть отрицательное влияние на организм. Витамины для профилактики инфекции – они бесполезны. Первый миф мы развенчали, и второй миф – чем теплее мы. Оденемся, тем меньше к нам пристанет инфекции. Утеплился и не заболел. Правда, это или миф? Если человек оденется в холодную погоду легко, то риск подхватить какое-то простудное заболевание будет намного выше. Иммунитетно, если он в ослабленном состоянии, это может послужить тому, чтобы развилось заболевание. Для того, чтобы началось заболевание, нужно несколько факторов. Это наличие возбудителя, будь то вирус или бактерия, ослабленного организма и определенные свойства среды внешней, к которым это заболевание может начаться. То есть, допустим, переохлаждение, высокопатогенный вирус и ослабленное состояние организма, истощенное стрессом, недосыпанием, диетами различными. Это все может привести к тому, что начнется заболевание. Есть версия, что не носишь шапку, получишь менингит. Это правда или миф? Прямой связи, может быть, такой нет, но в плане развития именно с менингитом, но в плане развития, например, лор-заболевания, фронтитов, гайморитов, которые, в свою очередь, уже могут привести к развитию менингита, в этом определенный смысл есть. Итак, друзья, чтобы защититься от инфекции, нужно одеваться по погоде, и тогда в холодное время года вы точно не заболеете. Итак, мы разобрались в мифах о профилактике болезни, но есть ли еще какие-то распространенные, с которыми к вам приходят пациенты? Самым распространенным мифом среди пациентов является то, что вакцинация может быть опасна, и она может быть неэффективна для здоровья или для предотвращения заболеваний. На самом деле это не так. Вакцинироваться надо вовремя, соответственно, с сезонному календарю прививок. Тогда риск заболеть будет намного меньше. Есть утверждение, что мы не знаем элементарных правил оказания первой медицинской помощи. Например, мы начинаем стучать человеку по спине, когда он поперхнулся, или запрокидываем голову во время носового кровотечения. Но что же нужно делать и как это делать правильно, мы поговорим сейчас с нашим врачом-экспертом. Меня зовут Леонтьев Александр, я врач-реаниматолог. Если человек поперхнулся, то мы обычно начинаем его стучать, подходим к нему и начинаем стучать по спине. Мария, как вы делаете? Да, тоже так делаю. Когда, например, кто-то из родственников поперхнулся, я подхожу, пытаюсь посильнее постучать. Обычно это вызывает только болезненные ощущения, и само все проходит. Мне кажется, что это все-таки не совсем правильно, и хотелось бы узнать мнение эксперта, как это нужно делать. На самом деле стучать человека по спине – это правильно, но это лишь первый шаг. Когда человек поперхивается, происходит обструкция дыхательных путей, то есть инородный предмет встает поперек, грубо говоря, дыхательных путей, тем самым вызывая закупорку. Соответственно, в зависимости от того, какая обструкция дыхательных путей произошла, у нас будет несколько вариантов развития событий и несколько вариантов оказания помощи. Ну вот мы со стороны обычные люди, как можем это определить и как помочь? Смотрите, если у человека частичная закупорка дыхательных путей, и он стоит, кашляет, вы видите, он как-то пытается сам дышать, откашляться. Он еще, обращаем внимание на цвет его кожных покровов, он до сих пор розового цвета, пытается с вами как-то взаимодействовать. Это хороший прогностический признак, и все, что мы можем ему сделать, это просто подойти и либо поддержать его, чтобы он продолжал дальше кашлять, дышать пытался, то есть откашливаться, откашливаться. Если у него это не получается сделать, то мы начинаем его похлопывать по спине. Мы слегка человека опускаем вперед и говорим обязательно, что мы ему будем помогать. Я вам сейчас помогу. Вы меня понимаете? Вот, то есть с человеком нужно найти контакт. И отрывистыми движениями пять раз делаем похлопывание. Строго между лопаток, положение ладони строго вертикально. То есть вот такими движениями. Если это нам не помогает, то мы можем перейти к приему Геймлиха уже более усложненной версии, дабы с помощью давления на брюшную полость помочь ему также освободиться от обструкции. Что это за прием, что это за метод? Можете показать и объяснить? Мы слегка наклоняем человека вперед, встаем сзади него. Ноги у нас должны стоять одна спереди, одна сзади для нашей устойчивости. И в случае того, если у человека ввиду обструкции дыхательных путей произойдет гипоксия, и он потеряет сознание, мы, то есть, сможем его свободно поймать. То есть у нас одна нога впереди, чуть-чуть между ног пострадавшего, и мы должны обхватить его спереди. Рука у нас будет стоять вот в таком кулачке. Она будет вставать на брюшную полость пострадавшего. Вторая наша рука будет накрывать. И мы будем делать толчкообразные движения, как бы на себя и вверх. То есть это выглядит примерно вот так. Я ее обхватываю и делаю резкие движения на себя и вверх. И в этот момент она кашляет, происходит давление из брюшной полости, и народное тело выходит из дыхательных путей. Человек снова дышит, и он нам благодарен. Есть еще одно утверждение, что когда начинается носовое кровотечение, нужно запрокинуть голову. Так ли это на самом деле? Поговорим с еще одним экспертом. Я Абайонова Марина Махматназаровна, врач-ординатор. Миф или правда, вот есть еще утверждение, и мы часто это делаем, когда идет кровь из носа, мы запрокидываем голову. Ну, так же логичнее, да, чтобы она не вытекала. Вот вы как делаете? Так как у меня часто бывают носовые кровотечения, и обычно это застает меня в самых неожиданных местах, например, в общественном транспорте, на учебе, то да, действительно, чтобы оно просто не разлилось везде, я закидываю голову и могу так достаточно долго находиться. Запрокидывать голову не нужно, потому что тогда мы не сможем оценить объем и интенсивность вытекающей крови. Что необходимо сделать? Это устойчиво усадить пострадавшего, сделать ему опору на локте, на колени, наклониться корпус вперед и подставить какую-то емкость для вытекающей крови. Зачем это нужно? Чтобы потом и в процессе кровотечения мы видели, усилилось кровотечение, нет, какой человек потерял объем крови. Если мы запрокидем голову, кровь просто затечет по задней стенке глотки, мы этого не увидим. И приложить лед к затылку и к запястью. Если пострадавший будет заклатывать кровь, во-первых, мы не сможем оценить объем кровотечения, а во-вторых, при дальнейших исследованиях, если пациент поступит в стационар, при проведении исследования полости рта, исследования фиброгастродуоденоскопии, эта кровь будет мешать постановке диагноза. Вы описали идеальный случай, когда у нас есть емкость, и лед, да, вот когда человека кровотечение застает в дороге, что делать? Рекомендации все те же. Не нужно ни затыкать чем-то нос, ни высмаркиваться, ни запрокидывать голову. Обычное носовое кровотечение должно закончиться в течение 15-20 минут. Если кровотечение затягивается, либо становится более интенсивным, необходимо обратиться за помощью к врачу, либо вызвать скорую. А еще есть очень много мифов про продукты, о них мы сейчас и поговорим. Тупикова Дарья Сергеевна, старший преподаватель кафедры гигиенопитания. Есть миф, что оливковое масло, оно полезнее, чем подсолнечное. Вот ваше мнение на этот счет? Ну, на самом деле для меня подсолнечное оливковое не имеет как бы разницы. Только оливковое, оно подороже, поэтому я его очень редко употреблю. Я тоже перешла на подсолнечное, а что думают эксперты? Вообще разницы нету никакой. А если посмотреть на химический состав, то наоборот в подсолнечном масле больше омега-3, омега-9 кислот. И плюс оно больше богато антиоксидантами, соответственно, оно больше помогает, чем оливковое. Это просто маркетинговый ход. Когда-то было удобнее людям, живущих в Востоке, больше оливковое масло употреблять. А то, наверное, с восточной медициной это все к нам в любовь и пришло. Но любое масло растительное, оно полезно. Вот мы и размечали еще один миф. Без разницы, какое масло вы будете употреблять в пищу. Есть еще одна версия, что если мы не будем есть суп, то мы заработаем гастрит. Я думаю, нельзя заработать гастрит. Просто не суп. Мне кажется, любая еда подойдет, и желудок будет чем-то наполняться. Ну, немножечко не любая, конечно же, фастфуд сюда не входит, в этот перечень продуктов. Но это дело привычки. Кто постоянно, постоянно в основе привык есть суп, тот, конечно же, он ему только пользу принесет. Те, кто едят твердую пищу, они по своей природе, в принципе, уже с выработанной привычкой едят только твердую пищу. Чтобы не заработать гастрит, нужно соблюдать режим питания. Говорят, творог – это источник кальция. Вы откуда кальций получаете? Ну, молоко, творог, как раз-таки, да, очень много наслышан про, так скажем, кальций, который много содержит в этих молочных продуктах. Поэтому, да, именно оттуда. Да, у нас молодой человек очень даже верно все высказывается в молочных продуктах, в молоке, в твороге, в кисломолочных продуктах. Но, опять же, не стоит забывать, что без витаминов, того же самого витамина Д, он будет плохо усваивать. Витаминку Д мы можем получить, во-первых, летом мы получаем достаточно витамина Д, во-вторых, мы можем получить с другими продуктами, с рыбой, например. А источник витамина С – это только цитрусовые? Это вот миф или правда? Нет, это миф, причем очень глубочайший миф. Цитрусовые, они богаты витаминкой С. Но мы, жители Поволжья, можем получать витамин Д из наших доступных продуктов, такие как капусту, брокколи, например. Зелень, очень много перцев красным, очень много шиповники. И так то, что цитрусовые – это источник витамина С, мы только сейчас услышали. Это миф. Спасибо, что помогли развенчать многие мифы, а то люди в них до сих пор верят. И напоследок развенчаю еще один миф – ананасы жиры не сжигают. Так что не нужно есть их тоннами, не поможет. Геннадий Алексеев, врач-неэрихирург, заведующий отделением нейрихирургии областной больницы имени Середавина. Как думаете, правда или миф, что вот когда у нас болит спина, это всегда связано с какими-то проблемами в позвоночнике? Как вы думаете? Ну, я думаю, что, наверное, может быть, не всегда связано. Что на этот вопрос могут ответить специалисты? Достаточно много заболеваний, которые маскируются под заболевания позвоночника. Это и болезни сердца, болезни аорты, болезни внутренних органов, малого таза и так далее. И только врач-специалист может определить, отдифференцировать, что же все-таки у этого пациента – заболевания позвоночного столба или какие-то другие болезни. Когда у человека выявляют грыжу, всегда мне нужно идти сразу к хирургу. Диагностика, она достаточно сложна, и очень важно нам исследовать клиническую картину заболевания. Это первое лечение пациент, как правило, получает у невролога. Если нет эффекта от лечения, если грыжа определенных размеров, если у пациента определенная неврологическая симптоматика, симптоматика поражения нервных корешков, тазовые расстройства и так далее, вот тогда уже нужна крайне необходима консультация нейрохирурга для того, чтобы сделать операцию, удалить эту грыжу. Правда, это или миф, что при болях в спине физическая нагрузка, она вот противопоказана, и нужно лечь, лежать и не двигаться? Ну, мне кажется, что нет, что все-таки нужно делать, может, определенную лечебную гимнастику. Боль, боли, рознь. Если это обострение, если начало заболевания, если острый период, самый острый период, то, конечно, никакой физической нагрузки пациент не должен дополнительно совершать. При хронической боли мы назначаем лечебную гимнастику, лечебную физкультуру для того, чтобы уменьшить эти боли. Но это специальные упражнения, которые должны выполняться под контролем медицинского персонала. Есть еще миф, что все должны спать на жестком матрасе. Вот вы на каком спите? Наверное, какой-то полужесткий. Ну, конечно, идеальный вариант – это ортопедический матрас. Но не всегда это возможно. Один из такой вот тоже вариантов – это доска, что это жесткая поверхность и умеренной высоты матраса. Но кроме того, чтобы спать на жестком, я бы еще порекомендовал и лечебную физкультуру. Как думаете, правда это или миф, что человек с лишним весом, у него появляется боль в спине, но он думает, что причина совсем в другом? Лишний вес – это проблемы для позвоночного столба. Надо еще узнать причину этого лишнего веса. Возможно, это нарушение обмена. А нарушение обмена не только жировой клетчатки, но и в позвоночном столбе, в дисках, в позвонках. И тогда заболевание остеохондроз будет быстро достаточно прогрессировать. По поводу лишнего веса мы в некоторых случаях при смещении позвонков должны устанавливать системы стабилизирующей позвонки, фиксирующей позвонки. Но из-за большой массы тела мы не можем это делать, и пациенту предлагаем похудеть вначале, прежде чем делать, выполнять какую-то операцию. Кстати, вы про остеохондроз. Есть такой миф, что это болезнь пожилых. К сожалению, мы видим в настоящее время все больше и больше пациентов, молодых пациентов, которые страдают заболеваниями позвоночного столба. Это пациенты и в 15, и в 17 лет у нас были на операционном столе. Как правило, первые боли начинаются в 25-30 лет. Боли в позвоночнике, развитие остеохондроза примерно в этом возрасте. Ну и если человек не обращает на это внимания, не лечится, не делает гимнастику, не занимается профилактикой, то дальше развивается заболевание и в дальнейшем возможно уже формирование грыжи диска и оперативное лечение. Вы смотрели программу «Школа здоровья». Берегите себя и увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова